Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава Матод. Даже начало главы готовит нас к тому, что Тора сообщит нам нечто очень важное, такое необычное. Почему? Потому что обычно написано, что Маше говорил прямо с народом. Он говорил Маше, обращаясь к народу. А теперь он обращается к главам колен. О чем идет речь? Читаем. Что повелел Всевышний, если даст кто-то обед Всевышнему или поклонется клятвой? Не должен нарушать свое слово. Казалось бы, все понятно. Но почему Тора считает, что именно это повеление настолько важное, что надо вот так к нему подойти? Что написано в конце этой цитаты? Все, что сказал, должен сделать. Дело в том, что мы всегда видим, что мир создан какими-то деяниями, а слово это так вторично. На самом деле, то мир, то создан словом. И мы иногда не понимаем, что сказанное серьезнее, чем сделанное. Но Тора предупреждает нам именно в ответственности за это, а не за что-то другое. Обратите внимание, вот как пример хочу привести, там, ЗДК, например. В трактате Рашашана сказано, что ЗДК является одним из видов обета. Что это означает? Что ты пообещал кому-то дать что-то, какие-то деньги или что-то, или там туда или туда. Это ты обязан, это обет и невыполнение его на небе еще очень серьезные вещи. Обратите внимание, перед Рашашана снимает обеты. Что это означает? Мир, устроенный словом, еще и устроен так, что наши слова, невыполненные, приносят нам колоссальный вред. Когда ты дашь обет Богу, сказанное твое, не замерили его исполнить в шутках на руке. Следует опасаться обетов, написано, по той причине, что обеты работают против нас. Почему все время говорят, блин, это вот я что-то говорит. Слушай, ты дашь мне что-то? Да вот на тебе, завтра тебе дам, блин, это без обязательств. То есть мы не знаем, что будет через полчаса. Вот это правильный подход к миру. Ну и так как воскресенье у нас в мире Юлия Майса, я на эту тему короткую Майсу расскажу. Был такой человек гениальный совершенно, Лор Бербаум. Это Равин, автор книги «Нитевота, Мешпад». Очень скромный человек, он был, одевался в простую одежду, чтобы его не узнавали, и ездил там и так далее. Как-то раз он ездил в телеге, в Варшаве, он жил в Польше. И вдруг один из построеров закричал, что у него украли пачку копюр из кармана. Большая сумма денег очень. Рав думал свое, размышлял, даже не понимал, что происходит вокруг. Внезапно пассажир поворачивается, говорит, что вот этот человек и есть вор. И привел несколько доказателей, что тот сидит молча, а все остальные и так далее. Ну, пассажиры все, да, наверное, в общем, приехали в Варшаву и вызвали в суд. Мудрец города, там, в суд. Подключились те, кто ехали в телеге, там, сидят все. Рав, председательщий в суде, не понял, что бедняк перед ним, это известный Гаон, автор книги. И он спросил подсудимого, если что сказать по этому делу. А тот встал на 30, конечно, я о чужих денег вообще никогда не касаюсь. Судья решил, что опираясь на то, что говорят, надо, чтобы принести клятву. А вы знаете, вот написано, что клятву вообще не давать нельзя. Даже ты когда абсолютно уверен. Еврейские мудрецы, особенно, они никогда не давали клятву. Услышав это, Рав Лорбенбаум спросил, сколько денег у тебя украли. Он говорит, 10 тысяч рублей, это огромная сумма. Он говорит, хотя я продолжаю отрицать свою вину, я готов заплатить половину этой суммы, чтобы избежать клятвы. Они начали разговаривать, он не категорически против. Рав говорит, хорошо, я сдам 7-8, дошел до 9 с половиной тысяч рублей. Я получил отказ. Тогда он сказал, что все, тогда я дальше ничего не... Я согласен дать клятву, только дайте мне полчаса подготовиться. И он пошел к стене, начал плакать, рыдать и просить, готовить себя к клятве. Все увидели, что это святой человек, все в шоке. Друг один из присутствующих упал на пол и начал кричать, я вор, оставьте этого святого человека в покое. Признался, вор, короче, за деньги начал дать. Тогда судья спросил Рава, назвать, назови имя. Он назвал его, и мое имя Яков Лорбенбаум. Когда судья узнал, кто стоит перед ним, он в ужасе, он говорит, Рав, простите, мы не знали. А тут он говорит, все правильно. Все правильно, решение суда было правильное, решение насчет клятвы было верно. Когда волнение улеглось, вор вернул деньги, судья спросил автора, почему 9,5 вы готовы заплатить и все. И тут надо прислушаться к ответу, который дал этот великий человек. Он говорит, мой расчет был такой, 5 тысяч у меня есть. 2 тысячи я могу достать, продав серебряную посуду в доме. Еще 2,5 от продажи моих книг я получу. Но когда дело дошло до 9,5 и истец не был готов принять эту сумму, я понял, что больше выплатить не смогу, если я не возьму в долг. А в долг я не возьму ни под каким видом долг, я категорически не согласен брать. Из этого рассказа мудрецы извлекают два урока. Во-первых, человек должен отдать все, что имеет, стараться только не избежать клятвы. Это очень плохо. Написано, что многие еврейские поселения были разрушены из-за клятвы. Во-вторых, не надо брать в долг в этом мире. Это особенно важно для нашего поколения. Вот такие простые вещи. Брахава от слаха, хорошая неделя.